В Караганды врач скорой помощи Рахат Дюсимбаев уверяет, что лишился работы после выступления в СМИ. Ранее он с коллегами пожаловался на руководство, а именно на неполную сумму выплат, которая полагается медикам за работу с пациентами, больными COVID. Вместо обещанных 400 с лишним тысяч тенге в месяц, им заплатили максимум по 250 тысяч. Людмила Батюшкина разбиралась. Рахат Дюсимбаев первым поднял вопрос о неполной выплате надбавки медикам за работу с контактными или больными коронавирусом. В начале пандемии им обещали от 212 до 850 тысяч тенге в месяц в зависимости от категории риска. На деле, по словам Рахата, он получал от 44 до 138 тысяч. Три месяца он работал в противочумном костюме, сам тяжело переболел. Доказать, что заразился на работе, смог лишь с третьего раза с помощью юристов. А после выступлений в СМИ его и вовсе уволили, несмотря на 11 лет работы на станции скорой помощи. Я просто обращаюсь уже напрямую при гаранту Конституции нашему президенту Космиджамару Кемелевичу Тухаеву. Я просто прошу вернуть на мою работу и все. На мою работу никаких нареканий не было. Они до этого искали, копали под меня, читали мои карты вызовов, слушали мои диктофоны. Они ни к чему не придирались. Теперь начали вот таким образом. Дали команду юристам, а юристи нашли запятую в букве Трудовом кодексе. Руководитель Карагандинской службы скорой помощи уверяет, ничего личного и претензий к его работе нет. Просто, мол, Рахат Дюсимбаев работал на полставки, так как совмещал с должностью врача в горно-спасательной части. Когда пришел сотрудник на основную ставку, его уволили. Для предприятия приоритетом именно наличие основных сотрудников. Говорить о том, что данный работник остался без работы, мы говорить не можем. По словам Рахата Дюсимбаева, в скорой помощи хроническая нехватка врачей и многие работают в нескольких местах. Но уволили только его. Его бывший руководитель Зульфикар Абилкасимов рассказал, что на сегодня штат врачей полон и даже есть очередь из желающих получить место. Уволенный доктор ждет заседание согласительной комиссии. На днях должен сесть за стол переговоров с начальством. Он надеется, что все-таки сможет вернуться на работу. А если нет, что его примут в другие медицинские организации. По специальности он кардиолог. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.